Народ, всем чудного вечерочка. Очень жаркий движ наличается в Киев днём и ночью. Поэтому усаживайтесь, а я пока оперативно расскажу, что творилось ранее. А было так. Карина узнала, что история с вдовой была полностью подстроена Эпифанией. Она, крушав всё на своём пути, совершает большую глупость. Я не остановлюсь, пока её не уничтожим. Накрученное поражением дома Карина срывается на любимом мужа Бобе. К чему вызывают у него очень непонятные судороги. Что такое? Боди, что это такое? И тут attention врач переписывает Боди лекарство. Только вот оно может сильно тормозить восстановление его памяти. И когда Боди наконец-то начал вспоминать хоть что-то... Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы всё вспомнить. Злющая Карина решает, что на этом Боди вспоминать достаточно. Так будет лучше для нас. А тем временем Оксана хочет устроить для Эпифанией сюрприз ко дню рождения. Только вот днюха получилась очень странной. Убираешь всё это сразу, немедленно, убираешь. Не хочу больше такого видеть. Но Ксюха тоже хороша. Ей всё же удаётся растопить лёд и вызвать у Эпп доверие. И дальше Ребзе случается вообще нечто. Мама решила уйти. А ушла тот же день, кроме меня будет до рождения. У меня со мной есть такой день, о котором я не хочу вспоминать. И вот ещё бы чуток и Ксюха с Эппом согрешили бы. Но телефонный звонок с потрясными новостями вернул Ксюху к реальности. Вот спорим, что я найду эти деньги сама за два дня. Хорошо. А вот Санёк получает своё. От матери лиловая для Фила, а от клиентки Алены двусмысленное предложение. Но всё разом теряет смысл после того, что Санёк разведал. Совет да любовь. И вообще полный трэш в жизни у Паши. Его жена Рита в очередной раз, пытаясь примириться с мужем, кажись, уже совсем перегнула палку. Доброе утро, милый. Ну и саму Риточку настиг сюрприз, которого она никак не ожидала. Я вам не помешала? Кира, что она здесь вообще делает? Предлагаю с этого сегодня и начать. Камон. Большой город, который с тобой. Здесь моя мечта, я добьюсь и точка. Перед днём и ночью, перед днём и ночью. Большой город, в котором с тобой взорвём. Это Киев. Город, в котором яму можно словить не только на столичном шоссе, но и в отношениях с кем-то очень и очень вам близким. Например, бабушка не заметила, как залюбила внука и вырастила из него плаксу. Или ваш партнёр по бизнесу пошёл на слитие фирм с конкурентами. Или, как наш Паша, сам того не понимая, разжигает костёр прений между женой и тёщей. Паша, в Киеве что, совсем нет гостинец? Я не хочу, чтобы она здесь оставалась. Рита, ты что, не понимаешь, что Кира пережила огромный стресс? Это ДТП, из-за которого она не успела на рейс. Ей просто нужна семейная поддержка, вот и всё. Я знаю, какие натянутые отношения у Киры и Риты, но мне Андрей Борисович попросил не оставлять Киру одну. Я не мог ему отказать. Короче, дело к ночи. Рита сейчас всё порешает сама. Ты как тут? Нормально? Чай вкусный? Очень вкусный. Ну, здорово. Слушай, Паша, спасибо тебе большое за поддержку. Ты такой чуткий человек. Руки убери от чужого мужа. Рита, ты бы успокоилась. Возьми себя в руки, вдохни поглубже. И вспомнишь, что такое гостеприимство. Блин, Паша что, совсем не понимает, какую змею он пустил в дом? Действительно, что же это я забыла совсем? Ну, бывает. Ты знаешь, я, наверное, с вещами тоже помогу. Умница ты у меня, видишь какая. У какого? Что ты творишь? Ты нормальная? Интерциальное место, Паша. Впрочем, как и тебе, дорогая. Ну и чего же ты добилась? Ты думаешь, ты меня зацепила? Да теперь у меня есть лишний повод сходить по магазинам с карточкой твоего папочки. Ах ты с*****. Рит, успокойся. Что ты творишь? Я какого черта тебя делась? Да успокойся, я говорю. Я не напишу тебя, тварь. Слушай, ты сдохла. Зайди. А вот очередное ДТП, только уже квартирное. Кир, прости. Извини, располагайся. Будь... Рита! Говорю, успокойся. Будь как... Успокойся, я, блядь. Все, извини еще раз. Риточка, наверное, забыла, сколько раз она пыталась поссорить меня со своим папой. Настало время ответных ударов. Ну, пока Кира готовится к рукопашке, Карине активно своими ручками создает иллюзию счастливого брака с Бодей. Давайте к ним. Прекрасно. Вот он, шопинг. Главное, чтобы жене нравилось. Бодь, а ты что скажешь? Карина, это уже пятый костюм, мне уже *** просто не хочется. У меня вообще после этих таблеток башка кружится, и все *** перед глазами плывет. Бодь, слушай, ну это лекарство тебе выписал доктор, чтобы у тебя больше не было судорог. Правильно? Правильно. Ну, а что делать? Транспилизаторы – это единственная гарантия на то, что у нас будет все чудесно. Слушай, ну костюм мне очень нравится, и цвет хороший. Мне не нравится, Карина, мне первый больше нравится. Мне не нравится, как он сидит. Слушай, со стороны виднее. У меня есть вкус. Поэтому идти переодевайся, не спорь. Все, все, мне носить не подходит. Я не хочу даже спорить. Красавчик будь, мудрое решение. Ты же, очевидно, с памятью и вкус потерял. Лучка, ну ты у меня самый красивый менеджер. Самый красивый менеджер у самой крутой звезды. Чего? Что это за новшество? Ну классно же я придумала. И делом занял, и не шатается, где попало. Все давно, в общем, манеджером у тебя работаю. В принципе, относительно недавно, несколько недель перед аварией. Вот ёкерный тремпель. Бинь, ты здесь какими чудесами? Да я с самого утра за ними слежу, от самого дома. Спасибо большое Саше за подсказку, за адрес. Вот, у нас было очень много своих планов, и мы хотели все это осуществить. Да нет, этого не может быть. Как эта тупица здесь оказалась? Блин, Альбина, ну... Слушайте, спасибо большое, но мы еще подумаем. Вот, идем. Нужно не допустить встречи Богдана этой ненормальной. Мало ли, что она ему ляпнет. Альбин, если есть какой-то план, то действует самое время. Что случилось? Так я просто смотрю, что ты никакой, тебе плохо наверняка, да? Ну, он же тебе понравился. Ну, мне понравился, тебе не понравился. Девушка, не волнуйтесь, я повешу. Тебе же мне здесь правильно. Ну, я просто не хочу уже потом еще искать. Ну, так разберемся. Ну, ты же понимаешь, что я не могу тебя одеть. Башка раскалывается. Дети, я просто случайно. Да никуда меня не денется. Я все равно выясню, что у них с Кариной, и что Богдан от нас так морозится, а? Вот если бы Виня училась у Александра Владимировича, то брала бы Карину с ее злодейством уже прямо сейчас. Как говорится, с поличным и на горячем. Ну, пока слишком продолжается, предлагаю узнать, как делишки у Ксюхи с Эпом. Они там вроде начали дружбу водить. Так бы тебе сказал, если знал бы, что ты спала, а вижу, что нет. Да, я не спала, но я все-таки придумала, как выкупить свой фургончик. Мне важно ни от кого не зависеть. И мой фургончик, это реальный шанс этого добиться. Я пойду в банк и попрошу кредит на развитие малого бизнеса. Но я не просто пойду и буду просить, дайте мне, пожалуйста, кредит. Я этого человека, который его выдает, угощу своими свитбургерами. И тогда он точно увидит, что сделка выгодная. А? Как тебе? Как я придумала? План просто... Бегись ему. Скажи, Максон, сколько там денег нужно для твоего кредита? Сто тысяч. Девят. А, ну куда уже? Я, конечно, люблю вашу страну, но я понимаю, что тут просить кредиты, это то же самое, что копать себе могилу. Может, подумаешь, не надо, не стоит это. Я знаю, но мне нужен этот кредит. Оксана, давай я тебе помогу? После вчерашних откровений Оксана мне не чужая. С одной стороны, я рад, но с другой стороны, стало сложнее. Потому что все-таки придется мне ее использовать ради своих интересов. Нет, я денег у тебя не возьму. Я же тебе не дарю эти деньги. Допустим, сделаю как банк. Дам тебе кредит, просто без процентов. Это же лучше. Я правда ценю его поддержку и дружбу, но вот пользоваться этим как-то неправильно. Я должна со всем справиться сама. Подожди, ну смотри, послушай. Мне есть знакомый в банке, он там крутой чувак, может тебе всем помочь и... Ну давай к ним обратимся. Ну подумай, что тебе важнее. Вот твоя вот эта гордость или мечта вот вернуться в этот кафе. Это гордая мечта кафе. И снова он прав. Но в конце концов, разве я не должна использовать все шансы на успех? Я буду тебе очень благодарна, если ты перезвонишь там, скажешь человеку, что я приду. Давай сделаем так. Я сейчас тебе скину в этот адрес отделения. Хорошо. Ты приедешь там, все обсудишь и все будет чеки-пуки. Хорошо? Я уже вот слышу этот звук, когда посетители спрашивают, а что у вас сегодня, открытие? Я такая, да, сегодня я открываю свой софт-свирт. Алло, Аркадий, привет. Важник ты мой. Привет. Ну пришло время расхваты. Уже боюсь. Да не пугайся. Смотри, к тебе сегодня должна прийти девушка. Ее зовут Оксана Абрамовна. Пременная, попросит тебе сто тысяч кредит. Твое задание – это отказать, чтобы она этого не получила. Понял. Все? Давай, пока. Чтобы добиться хорошей цели, иногда нужно делать плохие вещи. А Оксана, возможно, потом и скажет спасибо. Что-то я не могу понять, к чему был сейчас этот широкий жест. Ну, буду надеяться, что только из-за того, что Эп боится бегать у Ксюхи в официантах. А мы давайте мотнемся и зыркнем, как начинается утро в доме у семьи Сергеенко. Че ты тут хозяйкой ходишь на моей кухне? Да потому что из тебя хозяйка, как и порядочная девушка, в принципе, никакая. Я боюсь, что я не сдержу себя и просто проломлю ей голову этой сковородкой с блинами. Это вообще моя плита. Пошел-ка время просыпаться, иначе хозяйки сейчас кухню разнесут. Такое чувство, что я засыпал в Киеве, а проснулся на ком-то привозе. Ну а ты! Че вы раздорвались? Э, алё, алё! Витя, ты что, сумасшедшая? Ты что, положи ножницы? Паша, ты что, не видишь? Она меня специально доводит. Это повод бросаться на человека с ножницами или что? Боже, я не хотела... Ты что творишь? Я не хотела, чтобы так все произошло. Я всего лишь хотела поблагодарить вас за гостеприимство. Вот пожарила блинчиков. Я не думала, что будет такой конфликт. Сколько раз она меня истеричкой перед моим ножом выставляла. Теперь ее очередь. Ну да, женские обиды – это лучшая мотивация к действию. Что ты покушаешь? Я попробую, окей? Паша, не вздумай вообще это есть, это предательство! Это блинчики! А то, что ты делаешь, это детский сад. Может, если бы ты их по утрам не чаще готовил, а я бы тоже ел. Ой, Паша, Паша, сейчас вообще себя закопал. Да еще и за предательство. А ты знаешь, это вкусно. Правда? Да. Может быть, тебе еще уложить? Ну, я не откажусь. Почему на нее так ведутся мужики? Я не понимаю. Но здесь я ей не позволю выиграть. Сделай тебе кофе. Да, пожалуйста. Знаете, Апашок сейчас вообще шикарно устроится. Две роскошные блондинки, одна жена, вторая теща. Обе зато на перегонки бегают перед ним, пусть и ради своих интересов. А я предлагаю посмотреть, ради каких таких интересов Эп подговорил должничка отказать Ксюхе в кредите. Здравствуйте, меня зовут Оксана Аврам, и я хочу получить кредит. Добрый день, для начала. Меня зовут Аркадий, присаживайтесь. Я не знаю, я так волнуюсь, у меня вот даже руки дрожат чуть-чуть. На что вам нужен кредит? Ну, явно же не Паркинсоны лечить. Ксюх, показывай заготовки. Поподробнее, пожалуйста, не понимаю. Я кондитер, у меня малый бизнес, я выпекаю вот такие светбургеры, и мне нужен кредит на то, чтобы купить фургончик и их продавать. Попробуйте, они очень вкусные. Ненавижу сладкое. Судя по вашей физподготовке, сладкое вас тоже недолюбливает. Все любят сладкое. Какую сумму кредита вы хотите получить? 100 тысяч. Стартовый капитал какой у вас? 9400 гривен. Есть ли какие-то дополнительные источники дохода? Нет. Может быть, недвижимость, авто? Нет, ничего. Ну, а поручители? Нет. Да, вот это, конечно, мне повезло с банкиром. Я надеюсь, Епифа не успел позвонить. Ну, просто там было написано у вас, что вы выдаёте кредит без права. По результатам личного собеседования. А Епифанио Лопес? В случае, если бизнес не вызывает доверия, а дополнительных источников дохода нет, мы имеем право отказать кредит, независимо от знакомых. Может, всё-таки мы как-то с вами... Кредит отказан. Всего доброго. Ксюш, предлагаю надеть эту коробку прямо на его голову, несоображающую. До свидания. Всего доброго. Честно, я так надеялась на этот кредит. Эти банки – это сплошное зло. Епифанио правду говорил. Даже он не смог мне помочь. Эх, знала бы ты, Ксюха. Именно потому, что Епифанио и помог. Поэтому банк – такое зло для тебя сейчас. Но не стоит опускать руки раньше времени. Это всего лишь первая попытка. А мы пока давайте вернёмся в хату Пахи. Там есть риск случиться убийству. Слушай, Паш, я хотела тут с тобой поговорить. Может быть, ты пойдёшь со мной погуляешь, покажешь мне город. Я тут сто раз была, но никак не гуляла никогда. Единственное, что тебе может показать, так это номер автобуса до Одессы. Рита, успокойся, пожалуйста. Я с Андрюшей на днях разговаривала. И он очень переживает за меня. Он не хочет, чтобы я одна гуляла. Я не хочу перегибать палку, конечно, но Кира как-то начинает себя странно вести. Она же видит реакцию Риты. Давай в следующий раз. Просто я на работу сейчас еду. Дела сама, понимаешь? Понятно. А вот он как раз и звонит. Алё, да, милый. Привет. Да, Андрюшечка. Привет, моя радость. Привет, как дела? Да не очень. Скучаю. Паша не хочет со мной гулять, он занят. А ну-ка дай ему трубочку. Он там? Да, конечно, даю. Привет. Спасибо. Паша, собирайся. Ты, кажись, идёшь гулять. Доброе утро, Андрей Борисович. Привет, Паша. Как дела? Ты чё там действительно занял? Ну, я на самом деле занят, серьёзно. В бизнесе дела. Слушай, у тебя такой умроженёк, красавчик. И с денежками. Ты даже не думай, стерва. Ты меня поняла? Ты уже достала. Ходи. Боже, ты как малька. Ты отвали ты от меня. Ты долбала уже. Договорились, да. Ну, молодец. Да, я всё покажу. Не волнуйтесь. И Крещатики, Лавру. Ну, молодец. В общем, да, хорошо. Ну, всё, пока. До свидания. Ну, что, какие новости? Новости? Ну, едем гулять. Ура! Ну, а что мне оставалось делать? Либо я веду тёщу на экскурсию, либо ко мне в гости приезжает сам тесть. Мы едем гулять в центр. Это мы едем гулять в центр. Вместе. Да уж, такой роднёй и самому захочется разорваться пополам. Но за такую тёщу и цена соответствующая тоже должна быть. А у нас есть дела намного поважнее. Давайте посмотрим, как там Богдан. Карина так его закормила своими транквилизаторами, что парня совсем уже попаяла. Я не понимаю, нафига было ездить столько по району, чтобы у меня ещё больше закружилась башка от этих таблеток. И начало ещё сильнее тошнить. Но зато мы оторвались от этой переставучей Альбины. Теперь мы дома. В безопасности. Ну, сейчас я тебе сделаю чай, и станет легче. Ну, привет, Джеймс Бонд. Ты что тут делаешь? И тебе, сосед, привет. Слушай, мы пойдём, я тебя уложу, а с этой бывшей соседкой я сама разберусь. Идём. А я вообще-то не с тобой пришла разговаривать. Бодь, стой. Ну, как ты? Что с тобой вообще? Чего ты пропал? Мы тебя ищем все. Мы соскучились. Чего ты домой не пришёл? Да потому что он уже дома. Со своей женой. Что? С кем? С женой? Это шутка, что ли? Какая жена? С женой, с женой, с женой. Вот, да, мы женаты. Посмотри. Бодя уже сам не ведает, что горонит видолагой. Мы женаты. И это сказал Богдан. Вы видели её лицо? Боже, да что происходит с этим миром? И предай своей подружке Оксане, что мы счастливы. У нас всё замечательно. Пускай больше своих ищеек не присылает против тебя. Бодь, да как так? Ты чего? А Ксюша, а дети как? У вас же общие дети. Ну, ты чего? Какое отношение я имею к её детям? Я не понимаю. Дети, дети. Это её дети пусть сама разбираются. Карина, открывай уже. Вот так вот, да? Вот такой ты хороший, хороший друг, хороший... Офигеть, Бодя, вот... Да пошёл. Другом ещё называют. Кто это? Да уж, Карина, видимо, не кисло напичкала мужа этими колёсами. Как бы Альбина не распиналась, что бы она ему не рассказывала, Богдан доказал, что он только мой. Только мой. И он не купится на все её басе. Жаль, что я не могу вмешаться во всю эту ситуацию. У самого голова идёт кругом, только при одном взгляде на Богдана. А у Тася сейчас тоже предстоит встреча, от которой её вообще может вывернуть наизнанку. Привет, ***, купай. Привет, привет, привет. А чего изволит госпожа *** кода 2017 отдать малюсенький, маленький должочек? Я уверена, что Кирилл меня бросил из-за Тася. Но ничего, ничего, я его верну. Но только сначала эту гадюку уберу со своего горизонта. Мне твои должочки уже вот здесь сидят. Иди, играй в свой адреналин и не трогай меня, пожалуйста. Я работаю как нормальный человек. Пока-пока. Боюсь, что даже этими двумя пока-пока не отделаться от Таньки прилипал ее. О боже, что вы делаете, девушка? Что творишь? Ты что делаешь? Она отпустит чашку. Зачем ты это сделала? Зачем? Это же странная ***. Что ты опять творишь? Я ничего не делаю. Возьмите соседочку, пожалуйста. Она сама это сделала, она сама на тебя вылила. Ваша официантка только что меня оскорбляла, угрожала мне, а потом меня просто обожгла горячим кофе. Я подам на вас. Моя врунья! Тихо. Не было такого! Девушка, это досадное недоразумение. Могу я предложить вам обед в качестве извинения за счет заведения? Ну зачем этот обед? Она сама это сделала. Ну как вы не понимаете? Я это так не оставлю. Я хочу, чтобы прям сегодня уволили эту официантку. Вы понимаете, она кидается на людей. Да за что? Я правда ничего не делала. Ты уволена. Девушка, еще раз извините, пожалуйста, возьмите салфеточку. Да что? Сейчас я пришлю другого официанта. Он примет у вас заказик. Простите нас, пожалуйста, еще раз. Сейчас все уберут. Все нахуй. Просто жизнь и боль. Серьезно. Кажись, кто-то добился того, чего хотел. Ну а если глянуть на все с другой стороны, то если начинать жизнь с чистого листа, то и работу тоже можно сменить. Разве не так? Давайте пока лучше Ксюху наведаем. Ей поддержка наша сейчас необходимее. Это все. Мою мечту, как и эти свитбургеры, можно выбросить. Ксюх, ну что ты глупости такие говоришь? Только один человек в Киеве делает такие свитбургеры. Ксюш! Привет! Подожди. Ксюш, ну не игнорируй меня, Ксюша. Ксюш, привет. Привет. А как у тебя дела? Как? Все хорошо у тебя? Блин, да обиды обидами, но... Но Ксюша моя подруга, и я соскучилась за ней. Ой, столько воды уже утекло. Давайте вспомним весь замес между девчонками. Альбина, это Богдан, это Богдан! Когда Ксюша узнала, что отец детей Бодя, Биня решила, что отцом должен быть Паша, правдами или не совсем. Скажи Паше, что он биологический отец. И дальше такой замес получился. Привет, это правда? Да, сюрприз. Лучше. Это близнецы Богдана. Мне же Альбина сказала, что... Ты зачем ему соврала? Да я не... Он мне все рассказал, Альбина, ты испортила мне жизнь. Девчонки, ну как по мне, сейчас самое подходящее время для примирения. Все хорошо у тебя? Что такое грустное? Все нормально, все отлично. Ксюша, не обманывай. Я знаю это выражение лица. У тебя что-то случилось, может тебе помощь какая-то нужна. Может, не знаю, что-то помо... У меня сейчас душа просто разрывается на две части. Одна тянется к лучшей подруге, а другая болит о старые обеды. Альбина, мне не нужна помощь от постороннего человека. Но если я для Ксюши чужой человек, то чужой. Ну вот зачем я это ляпнула? Вот сказала и не подумала. Вы знаете, я бы сейчас многое отдала за машину времени, чтобы вернуться и все стало, как раньше. Слушай, я просто слушаю. Слушай, я просто слушаю. Слушай, ты тут все уже в курсе, что мы обосрались, да? Не, ну слушайте, не заняться сексом в общественном транспорте, это не обосрались, это правильно сделали. Что? Все, хватит! Я не буду этого делать. Что все языки попроглатывали, что-то, а? Привет. Здрасте. Я слышала, ты вылетел из лиги, да? Да ты что? Интересно, из-за кого мы вылетели? Ну как из-за кого? Из-за Тася, конечно же. Ты знаешь, мне очень жаль, что ты пострадал. Тася, ты крутой. Тася, конкретно, реально мы из-за нее вылетели. Слушай, у меня есть очень хорошая идея, давай выпьем. Я заглажу свою вину. Делайте мне что-то вкусненько. А заодно и заглажу тебя под себя. Я вылетел. Сос, ты что-то сидишь с этим лозером. Пойдем со мной. Ты что сказал? А ты не слышал? Артур, 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 хватит. Ты помнишь, о чем мы говорили? Ты глист крашеный. Ты же хочешь вернуться. Да, я хочу вернуться. Ты знаешь, как вернуться? Да. Эта игра это последнее, что у меня осталось. Последнее, понятно, я был лучшим, и лучше мы останусь. Я никуда не уйду. Никуда. Ну, для начала, у нас уж штраф в два раза больше, чем первый взнос. Это бы... Можно просто. Послушай. Серьезно? Я хотел на этой игре заработать, а сейчас она с меня имеет? Послушай, ты заработаешь в два раза больше. Сейчас проблема не в деньгах, а в искупительном задании. А оно у нас со звездочкой. Да мне по боку, со звездочкой, с решеточкой, с пробельчиком. Не насрать. Бабки где взять, а? Тася задание провалила, Тася пусть и платит. Ее косяк. Давай. За наш успех. За мой успех. Я на этом идиоте еще и нормальненько денег заработаю. Никто и не сомневался, что все так и понесется. Но не могу понять, Артур был хуже, когда на наркоте висел? Или сейчас, когда подсел на адреналин? Но, как говорится, Горбатого могила исправит. А мы пока давайте с Биней и Саней пообщаемся. Ну, мне сегодня реально плохо очень. Ну, не будет же ничего от одного бутербродика. Бутербродика. Ну, правда же. Внимание, сенсация! Господа! Итак, мы наблюдаем за странным поведением человека. Человек, который, изучая диету и ее суть, взял в руки сельдерей. А потом эволюционировал все это в бутерброд. Саня! Вы не поняли, о чем я? Не переключайтесь. Да перестань, мне без тебя плохо. После всех... Ну, вот сама говоришь, без меня. А со мной хорошо. Что-то случилось? Да просто эти дурацкие встречи. Я сегодня, короче, встретила Бодю. Ты его нашла? Да. И что, он как он? Ничего, нормально. Ну, как нормально? Он сделал вид, как будто бы он меня не знает. Я ему пыталась донести, что, типа, Бодь, ну мы же живем. Мы же тебя ищем, мы же с тобой соскучились. А он реально, ну как, он отморозился от меня просто. Капец, блин. Не, Саня, да не капец. Капец это то, что он реально женился на Карине. Он реально показал кольца на пальцах. Они реально расписались. То есть Карина и Богдан теперь муж и жена. Капец. Я согласна с тобой. Ты прикинь, как надо было голову промыть. Это гипноз, наверное? Гипноз или... Ну давай, Сань, продолжай идейный ряд. Это экстрасенсорика какая-то, да? Ну она что-то по-любому с ним сделала. Но ей это еще не конец. Что еще? Я Ксюшу встретила. И? Она сказала, что мы... Мы чужие люди. Что она не хочет меня знать, не хочет меня слышать. Бия, ну что ты? Мне просто так... Мне не раскисал. Так обидно. Я просто хочу, чтобы мы были одной семьей, как раньше. Одна банда. Марш Ван умылась, улыбнулась, посмотрела, какая ты классная, красивая. А я все разрулю. Дела у нас, мягко говоря, не очень. Мне кажется, я все могу исправить. Ой, обожаю, когда хоть кто-то кидает какой-то луч надежды. Вот я верю в то, что у Сани все получится. И пока есть, предложу хомотнуться на прогулку с Пахой, Ритой и его тещей. А может быть, пройдем к Карке вон туда? Она вроде бы там находится. Там должен быть красивый вид. А, сейчас начнется куча однотипных селфи возле красивой Карки. Ну пойдем к Карке. Но я там никогда не была. Фотографируйте нас, будь ласка. Мы первый раз в Киеве. Пошли. Боже, Паш, какая чудесная погода. Спасибо тебе большое, что мы вышли на прогулку. Мне тут так нравится. Таня, не за что. Сейчас продолжим. Это только начало. Я вся в предвкушении. Здравствуйте. Такая шикарная пара. Желать приобрести цветы? Конечно, хочу. Возьмите. Цветы огромные? Не за что. Ты что, хр... Далее вообще цветы покупать? Да успокойся, что ты орешь? Да я не могу чаще цветы купить или что? Давай я и тебе куплю. Не надо нервничать только, хорошо? Не надо мне цветы, Паша. Я воды хочу. Ну мне просто надо отдохнуть уже от этих постоянных бабских разборок. Ну потому что надоело уже, серьезно. Я куда-нибудь хоть за водичкой сбегу. Ах ты, хр... Ты мне что, мало вообще жизни попортила? Тебе нужно было увезти моего отца, теперь еще и... Рита, какого ты делаешь? Ты как, Кира, нормально? Да забей. Я вообще-то ее спасла. Только сама не знаю, зачем. Ну может уже хватит, прекрати, это не смешно, серьезно. Держи. Ты ей веришь больше, чем мне? Лита, да потому что я тебя знаю уже определенное время. Короче, поехали домой. Знаешь что, оставайся сейчас со своей Кирочкой, если тебе так хорошо с ней. С меня довольна, вы меня оба достали. Зачем я вообще ее вытянула из-под этого велосипеда, когда хочу толкнуть ее под фуру? Ну что за детский сад, а? Ну есть же какие-то рамки, правильно? Ну Лита перешла их все уже. Паша, пойдем. Что ты будешь еще уговаривать ее? Пойдем. Ох уж эти избалованные одесские подружайки. Простому работящему киевскому парню вообще мозг вскружили и повернули на бекрень. Кстати, с мозгом на бекрень сейчас ходит и Маруся. Здравствуй, Марусечка. Привет. Привет. Аккуратно, у меня свечи. А, я сейчас быстренько переоденусь и мы начнем. Нет, Мария, сегодня не будет занятия, нам нужно поговорить. Угу. Ну, о нашем, о женском, поэтому ты не переодевайся, хорошо? Ну, я тогда в любом случае в уборную. Сейчас пять минут и я вернусь. Хорошо? Я быстренько. Маруся, ты что, решилась все рассказать? Сейчас я соберусь, настроюсь и мы с Марияшей поговорим, как две взрослые умные женщины. Ой, что за вид? Вадим. Привет. Что ты делаешь? Я не могу без тебя, я пришел, попросил тебя прощения. Вадим, ты уходи. Я не уйду, пока ты меня не простишь. Вадим, послушай меня. Маруся, послушай ты мне. Эти, та записка, это была абсолютным бредом, она ничего не значила. Вадим, уходи, у меня сейчас клиентка. Ты не должен здесь быть? Я не могу без тебя, я никуда не уйду, пока ты меня не простишь. Вадим, послушай меня. Вадим. 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 Девочка, слушай, мне нужно отъехать на пару часиков. Меня пригласили выступить в очень крутом модном клубе. Ты не против? Слушай, да не злись ты. Все нормально? Может тебе помочь? Да хватит уже, Карин, твоей помощи. Парень не так, он еле на ногах стоит. Слышишь? Что? Девочка эта кучерявая. Она с нами жила, да, раньше? Ну вот зачем тебе эта грязь? Мы специально съехали, чтобы с ними больше не видеться. Так ты же говорила, что мы из-за пожара съехали. Из-за пожара в том числе. Чего ты психуешь? Ну а как здесь не психовать, когда план летит к чертям? Слушай, давай выпей, пожалуйста, свое лекарство. Просто я очень сильно спешу. Хочу быть лекарственным. Я не буду. Почему? Потому что у меня от него только хуже. Ну послушай, ну без него будет еще хуже. Ну доктор же прописал лекарство. Ну а что мне остается делать? Я вынуждена его пичкать этими транквилизаторами. Он постоянно задает какие-то новые вопросы. А я хочу счастливой новой семьи. Карин, знай, когда стопнуться нужно. Ты же его коллега сделаешь. Так, поднимай все. Давай водичку. Вот молодец. Все, ты отдыхай, я поехала. Надеюсь, скоро будет. Вот, Бодя, ты красава. Я точно знаю, что от меня что-то скрывают. И все ниточки, все события ведут вот к той квартире на Днепровской. Мне кажется, вот именно там я получу ответы на все свои вопросы. Все круче, даже чем в голливудских экшенах. Бодя очень даже вполне тянет на крутого супергероя. Видали, как надул супругу с пилюлями? А пока Бодя линяет из дома, предлагаю посмотреть, на что Санек гораст задумками. Привет! Привет! Ух ты, у тебя уже такая пузяка. Ой, дверь, дверь. Проходи. Такая хата. Саш, это не моя. Да, осторожно только, хорошо. Я самый осторожный. Я работаю здесь поваром. Я как-то стесняюсь говорить Саше, что я здесь работаю экономкой. Чай? Чай. Ксюх, я же вообще чего пришел? Извини меня, пожалуйста, за то, что я тебя тогда кинул с этим пикником. Ну, некрасиво поступил, мне стыдно. Да перестанься. Хорошо прощения. Я не злась. Ну, Саша, это Саша, на него, на него нельзя обижаться. Он такой и все. Тогда примирительное обнимание. Иди сюда, иди сюда. Это не просто. Я никогда не обниму, берегу. Жизнь не будет прежней. Загадывай желание. Так. Тогда тебе расскажу какие-то веселые истории. Рассказывай. Улыбку надо тебе дарить. Так. Что у вас нового? Про Богдана лучше Ксюхе не говорить. В старину вообще. Того, кто плохие вести приносил. Ты в курсе, что Янока жив? Да ладно. Оба-на. Не в курсе, я вижу. Серьезно? Угу. Боже, я представляю, как Альбина рада. Она, наверное, там летает о счастье. Там Альбина не то, что рада. Там такая санта-барбаром. Ну, прикольно, но если честно, мне пофиг. Мне интересно совсем. Угу. Пофиг. Семейный психолог доктор Роз знает, что не пофиг. Так делайте что-то, семейный доктор. Вперед. Альбина за дня в день плачет. Я ее прошу бутерброды сделать, а они соленые, потому что все в слезах. На самом деле... Все, Саш, я услышала. Слезы не останутся. Вся квартира мокрая. У меня тоже есть новость. Смотри. Я хочу выкупить фургончик. Ну, офигенно. Замечательная идея. Круто. Да, ну, посмотри, какая здесь сумма. Сто тысяч. И у меня есть только два дня. Бронь только на два дня. Я просто боюсь, что им не надо такие деньги. Его выкупят. И я не знаю, что делать. За дело берется мастер финансов. Интересно, вот Саня снова пойдет к маме и воображаемой жене за деньгой, даже после того, что им там устроил? Или выдаст идеи поновей. А вот как Маруся будет сейчас объяснять ситуацию, у меня идей напрочь нет. О, привет. Вот это сюрприз. Привет. Да, я решил заехать, сделать тебе сюрприз. Это тебе. Спасибо. Твои любимые. Мариан, я должна сказать тебе правду. Вадим приехал ко мне, и цветы эти тоже предназначались мне. В смысле? Я не поняла вообще, что здесь происходит? Что, любовники? Какие любовники? Я вообще не понимаю, о чем она говорит. Мариан, мне очень бы хотелось сказать тебе, что это неправда, но, к сожалению, это правда. Да что вообще? Да как ты могла вообще? Да. Знадненько схлопотала сумкой за свою правду. Послушай меня, я не понимаю вообще. Она, да, она добивалась меня, она бегала за мной неделями. Она пыталась меня соблазнять этими техниками. Она ведьма. Я не поддался, я тебе клянулся, что нас ничего не было. Вадим, да что ты за ересь ты несешь? Да скажи правду ты своей жене. Вот я и говорю правду твоей жене. У нас ничего не было. Все, вообще. Вадим, да как тебе не стыдно вообще. Я не хочу не находиться здесь. Да не должно мне быть стыдно, потому что я правду говорю. Вадим, дома будем разбираться. Я не хочу ни ряд, даже ни секунды больше здесь находиться. Марьян, да послушай ты меня. Марьян, давай поговорим. Мы же взрослые женщины с тобой. О чем разговариваешь? Ты псевдо-богиня, которая уводит мужей из семьи. О чем я с тобой разговариваю? Марьян, да ничего не было. Все, Марьяночка. Марьян, да Вадим. Прости. Прости. Да как ты можешь вообще так со мной? Почему? Почему мне все изменяются? Все меня бросают. Ты так унесительно. Маруся, мы с тобой, и мы тебе не бросаем. Вот Маруся вроде и попрощалась со всеми своими людьми. Теперь-то она уж наверняка должна понимать, кто ей роет ямы, а кто желает только лучшего. Смотри, Оксана, едет в Киеве фура. Она останавливается. Собирается пробка из машины. Они нервничают, машины все нервничают, водители нервничают. И тут приходим мы. Я, ты и твои свитбургеры и кофеек. И мы берем их каждой машинке, даем по свитбургеру. Ну, продаем. И добавим флайер. На котором будет твой фургончик. И найдем какого-то инвестора на Мерсе, который скажет, это вы, Оксана, это вы делали эти свитбургеры? Они обалденные. Назвем всю эту сеть свитдрайв. Ну и бизнес как. Ну, а почему бы не попробовать, в принципе? Тогда я точно буду знать, что вот я сделала все возможное. Я тогда побежал флайер опечатать. А ты готов? Ну, готовки. СМС-очка. Что случилось? Ну, опять она. Только о бизнесе заговорились сразу. Нормально? Да, такой. Сейчас посмотрим. Все, готов. Я не вижу. Начинай готовить. Начинаю. Принято считать, что с закатом солнца и проблемы катятся к своему логическому завершению. Буду надеяться, что это так. Народ, давайте мотнем к Карине и проверим эту теорию. Может, в этот вечер проблемы будут не за нашей королевишной, а для нее. Оу, у Каринки новая фишка. Пошире, так сказать. Вот что это такое? Откуда это здесь? Эпифанио никак не успокоится. Что ему от меня еще надо? Так, мне нужен администратор. Ты? Ты, значит, да? Ты такая пунктуальная, как смерть. Что это за ***, я у тебя спрашиваю? Не отзывайся так о себе. У тебя полнота идет в ключ. Смешно. А, то есть ты меня позвал, чтобы поиздеваться надо мной, да? Да. И я до этого никогда не встану. Ох, крошка, вот это не начало твоего кошмара. Вот ты порвала письмо моей матери и перешла грань между игрой и личной. А знаешь, я не боюсь ни тебя, ни твоих жалких уловок. Так что можешь заниматься этой ***, сколько тебе вздумается. Понятно? Зря моя дорогая, вот я могу сделать вот так, и твоя карьера закончится. А ты вот так даже лохушку не смог трахнуть. Что, что это ржо, что твой максимум это какой-то жалкий цирк. Понятно. Хорошо. Нравится? А, смотри как. Качественно сделан. ***, клоун. Малышка, да кто ты такой? Селенок тебе не хватит со мной бороться. У тебя кишка тонка, понятно? Пошел куй на ***. Тасик, привет. Ты что такая грустная? Чай будешь? Яду мне дай, если есть. И побольше. Ты чего? Что случилось? Пожалуйста. Ты хоть отстанешь. Теперь у меня ни парня, ни друзей, и работы нет. Отлично. Чего это надо? Да. Что, ребята, а ведь если по чесноку у меня нет тоже ни кла, ни двора, ни работы, ни бабы, ни спортсала. Зато у меня есть моя любимая дочь, которой нужна забота. И это главное. Да перестань, солнышко, ты, ну, блин, ты его нашла, за что расстраиваться, ты что? Тасик, ты у меня самая красивая, ты у меня самая умная, ты у меня самая талантливая, чтобы быть каким-то официантом. Ты что? Посмотри на себя, где ты и где официант. Прям битой, не битую везет. Нет. Папа у меня, конечно, не идеальный. Ну, как-то приятно осознавать, что остался хоть кто-то, кто тебя любит. Слушай, знаешь, мне тут идея в голову пришла сумасшедшая. Давай вместе с тобой собирать тебе на актерский курс денежку. Ну, я думаю, что вы с мамой считаете, что это каприз мой. Ну, мама так считала, а я так и считаю. Ну? Да. Помнишь, мы с тобой когда-то ходили в кино, когда ты маленькая была, давно-давно. И что ты тогда в кино сказала, помнишь мне? Я хочу быть звездой с экраном. Звездой, правда. Ну, все, значит, будешь. Спасибо. Ну, ты чудо-то. Ну, ладно, люблю тебя. Люблю тебя. А я реву почти так, как на Титанике, когда он только в прокат вышел. Берем попкорна, да? Чуваку малышу наклевать. Да? Погнали? Да. Пойдем. Какие бы душевные раны у нас, да, не появлялись, но семья все вылечит. И я искренне, от всего сердца хочу, чтобы у Таски все было хорошо. И знаете, это чистая правда. Только семья – это те люди, которые никогда не подставят и не станут рыть нам никаких ям. Даже зная, что мы были и не правы. Вот прямо сейчас возьмите и обнимите своих родных. Паш, спасибо тебе огромное за экскурсию. Только жаль, что с Риткой так все получилось. Открыт, да, Паша? Кирилл, давай на чистоку. Сама ее часто провоцируешь первой. Я вообще не понимаю, зачем тебе нужна была эта экскурсия по Киеву. А возможно, мне просто жаль тебя. Ты хороший парень. Да о чем ты? Я тебя не понимаю. Она мне два года портила жизнь. А теперь думает, будет легко и счастливо жить с красивым пареньком? Нет. Виточка хорошо прикидывается веселой простушкой. А на самом деле котелок-то варит. А ты знал, кстати, что когда она хотела вернуться к отцу в Одессу, тот заблокировал ее карточки. И что она сделала? Прибежала к тебе обратно. Рита не такая. А какая? О чем ты думаешь, она целыми днями занимается? И твои ли денежки тратит? Ты не суди людей по себе. Да слушай, по сравнению с ней, я просто аленький цветочек. А ты попробуй у нее забери золотую карту. Посмотри, что она делает. Думаешь, будет она с тобой? Нет. И знаешь, что, Паш, кстати, еще? Кира, тебе пора. Да я все равно не верю, что Рита со мной и заденет. Да это бред. Каждый все равно верит в то, во что он хочет верить. Но ябедничать нехорошо. Поэтому, ребя, имейте всегда свою голову на плечах. И не ведитесь на разные там провокации, как наш Абинни сейчас. О, та самая Натали Медсистер, которая утоляет боль генка от пуль и метаний душевных. Ты же Альбина, да? Угу. А я Наташа. Я в курсе. Я очень хорошо помню это видео. И ту девушку Наташу я помню прекрасно. И слова Гены, что это видео фейк, снова оказались ложью. А я, между прочим, за Забиной живу. Чего? Геночка меня пригласил. К нам пригласил жить в дом? Да, а ты что, против? Чего агрессивная такая, надеете? Вообще-то, у нас принято советоваться с остальными жильцами, когда в наш дом приводят чужого человека. Почему Гена этого не сделала, я не знаю. Слушай, злая ты такая, съешь углеводик, давай я блинчиков сделаю вкусно. Себе делай. Слушай, сама неоднократно на диетах сижу, агрессирую. Господи. Вот сейчас я меньше всего хочу общаться с вот этой новой бабой Гены. С меня достаточно стрессов на сегодня. Вот так достаточно. Слушай, Пушистик, я лично против тебя ничего не имею. Но ты так напугал мою девушку, что посиди пока в своей берлоге. Слушай, братан, завязывай с бабами, навалял такую кучу. Сейчас Геннадий и вам наваляют такую кучу. Только хлопот. Гена, ты какое вообще право имеешь приводить чужих в дом? Слушай, ну какой он чужой? Помытый, глотку приученный. Я вообще про особь женского пола, да что на первом этаже? А, ты про мою девушку? Слушай, ну она тоже помытая, ко всему приученная. Вот такой человек, я тебе честно говорю. Вот и списни где-то в другом месте. Спасибо тебе большое. Слушай, а что тебя так цепляет география моего спания? Меня? Ну не меня же. Да мне вообще все равно, где ты, с кем ты, с кем ты спишь, с кем не спишь, что ты делаешь. Я вообще к твоему сведению, переезжаю к своему парню жить, в его личную квартиру. И с вами Наташей может здесь хоть вверх дном ходить. Все, пока. Кидосики. Вот и шустрики, уже и жить вместе собрались. Хотя, с другой стороны, может и правильно. С глаз долой, сердце вон. Пускай Генка знает, что я тоже кому-то нужна. Что у меня серьезные отношения. И вообще я счастлива. А на него мне по боку. Угу, Альбин, мы видим. Только не налегай на салат, лучше вон это обруч покрутить. Пока Альбинка проходит терапии чувствами, Богдан сейчас переблинится к своей цели как никогда. Вопрос только в том, сможет ли он принимать правду такой, какая она есть. Здравствуйте. О, уже и здоровается. Да, вы меня извините, пожалуйста. За прошлый раз я немножко не в себе был просто. Да я тебя простила. Оплатить кто будет? Да, сейчас. Пожалуйста. Так это только за месяц. А за прошлый месяц я что, снова буду вылавливать твоих соседей? Так а там после пожара разве кто-то живет в квартире? Какой пожар? Никакого пожара не было. Я все знаю, что в доме. Бодя, кажется, это тот, кто тебе нужен. Стоп, подожди. Все больше и больше несостыковок. Получается... Получается, Карина мне врет? Всего доброго. Дурак какой-то. Какой-то пожар придумал. Никакого пожара не было. Да нет, ошибаетесь, бабуль. Припекло тут, как во время пожара одной дамочке любимого заполучить. А пока Бодя поднимается на лифте, предлагаю меткнуться и посмотреть, как там дела у Ксюши. Можно? Угу. Привет. Хорошо, что ты вернулся. Я как раз хотела с тобой поговорить. Угу. Ну давай, признавайся уже, что все-таки тебе нужна моя помощь. Я хотела тебя попросить, чтобы ты завтра снова дал мне полдня выходного. Это для фургончика. Тебе что, дали кредит? Нет, мне не дали кредит. И ты не расстраивайся. Это, я понимаю, что твой знакомый не смог помочь. Ну и у меня не было никаких шансов. Но мы с моим другом кое-что придумали. У нас есть такой небольшой план. И вот, вот мы хотим так заработать денег и найти инвесторов. Какой нафиг друг? Это кто вообще? Как-то так. Оксана, ну ты же понимаешь. Вот, вот, мое предложение остается в силе. Я не возьму у тебя денег. Ты мой босс. И я уже устала быть всем должным. То-то так. Когда ты проиграешь, сделай только мне одно предложение. Не заливай всю мою квартиру своими слезами. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Она должна просить деньги у меня. Она ломает все мои планы. Видите, как люди начинают злиться, когда вы не хотите лезть в яму, которую они так упорно для вас копали? Прямо респект Ксюхе за то, что она смогла вывести Эппа из себя. Ну, здравствуй, акула бизнеса. Или ты уже сегодня светская львийца? Ты у нас что, в зоопарке вырос? Перестань кривляться, я по делу. Да никуда она от меня не делится. Его мать обещала мне собственный бизнес после этого брака. Потому что мне уже надоело быть просто помощницей моего папочки. Я тебе уже вчера сказал, мне твои дела не интересны. И, по-моему, мы довольно-таки прозрачно намекнули. Но ты же даже не понимаешь, что ты упускаешь. Вот, наш брачный контракт, и я думаю, что ты передумаешь. Мне это не интересно. Смекаешь? У меня вообще девушка есть. Интересно, твоя девушка об этом знает? Девушка была еще. Да. Очень интересно. Очень. Так, может быть, познакомишься со своей девушкой? Девушка. Она на танцполе. Да. Так я ее сюда. Винни. Пишем ее брачный контракт. Ну что? Давай, давай. Вот, возьму и приведу. Ну давай, казану. Покажи класс. Ах, капец. Чувствую себя Томом Крузом и Николасом Кейджем в одном флаконе. Просто возьми и угони девушку за 60 секунд. Миссия не выполнена. Девушка, а как ты относишься к авантюрам, азарту, приключениям, легкостям? Обожаю. Прекрасно. Я беру тебя на абордаж. Ладно, ничему не удивляйся. Ничему. Ой, Санек, ты даже не знаешь еще на кого нарвался. А вот, вот, собственно, и она. И она безумно не любит контракт. И, знаешь, эту ручку в руках держать. Ужас. Ничего не любит. А танцевать очень любит. И мы поэтому пойдем танцевать. Да, милая? Да. Ой, кураж. В бизнес-стратегии нужно просто подобрать правильный момент. А я от своих тела не прошу. Боже, как меня твой азарк. Ты прекрасна в нем. Спасибо. Хоть какая-то отцелена. Стараюсь. Стараюсь. Но теперь за тобой тоже должно. Весь к вашим услугам. Вот согласитесь, что таких ситуаций просто сплошь и рядом. И мы даже знать не знаем, когда и во что можем вляпаться. Иногда мы просто не замечаем, что тот, кому мы так слепо верим, просто беспощадно роет для нас яму. Иногда кто-то отправляет нас в безнодушевные боли совершенно неосознанно. А иногда кто-то подбирается ближе, чтобы больнее ударить, но не для того, чтобы уничтожить вас, а просто потому, что только у вас есть то, что ему нужно. Еще бывает так. Кто-то топит вас специально, чтобы не утонуть самому. Нужно похитить человека, отвезти его в заброшенный дом и оставить там на ночь. Бабки поделим пополам. Ты в игре? Тереваться. А более нелепым кажется, когда ты так занят, что вообще не замечаешь, как подставляешь себя сам. Иногда в такую замануху можно попасть совершенно по воле случая и даже не понять этого. Но никогда не нужно бояться выбраться из той бездны, куда вас подталкивают. Не стоит пугаться того, что впереди, каким бы устрашающим оно ни казалось. Черту все, борись, делай. Ведь выход есть. Всегда. Не стоит пугаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Большой город, в котором с тобой вдвоём